Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале «Гениально всё очень просто и знакомо». И сегодня мы с вами рассмотрим тему «Судьба». Что это такое? Это очень загадочное явление, которое преследует каждого человека в течение жизни. Он слышит это слово «Судьба». Он в него не верит, он его не понимает. И я уверен, почти каждый из вас не может дотянуться до этого понимания. А что такое дотянуться? Он не может осознать этого слова и не может принять. Он его слышит, но он в него не верит. Или он «сейчас верю, завтра не верю». То есть у человека не хватает энергетических возможностей, чтобы это слово понять, осознать и принять. И это естественно, это не является каким-то плохим явлением, хорошим. Не хватает человека понимания и энергии. Чтобы появилась энергия, я вам предложу сейчас расширить ваши возможности, вашего состояния, психологическое восприятие мира. За что я говорю? Это мы берём с вами. У нас есть рамки восприятия и понимания мира. И сейчас мы эти рамки расширяем. И в этом пространстве образуются незнания. У нас были здесь рамки, и мы его расширили. В этом незнание. Соответственно, в это незнание может поместиться какая-то новая информация. Это я вам советую делать всегда, когда вы получаете какую-либо информацию. Вам желательно разрешить самому себе же расширить своё понимание, восприятие мира. Когда вы получаете ту или иную информацию. Это какой-то, знаете, психический трюк для вас же. Вы расширяете своё сознание. Представляете, что появился вакуум. Соответственно, в этот вакуум может поместиться та или иная информация, которой вы можете воспользоваться или не воспользоваться. В нашей ситуации это надо расширить. Потому что я буду говорить такие вещи, которые многие из вас, может быть, не знали, не верят, не понимают или ещё какие-либо фантазии, которые присущи каждому из нас. Судьба. Само слово «судьба» очень интересно звучит. Суть, суть или суд. Ба. Ба – это энергетическая совокупность эмоций, действий, понимания и восприятия мира, которые были пережить и до этого. Давайте представим, что есть энергетическая установка, да, в которой содержится действия одной души. Миллиарды воплощений. И они все могут содержаться в одной энергетической установке, в такой. Представляете, все поступки, все желания, все переживания, которые вы в течение жизни испытываете, хорошие, как вы считаете, плохие, разные, они могут записываться на одну энергетическую установку. И они вечные. Это не душа. Это отдельная частица Ба. И в этой установке очень важно понимать, что может содержаться все, что угодно. Мысли, действия, желания, оно все записывается. Суд, я думаю, вы сами понимаете, что такое суд. Суд или судьи. Это своего рода как вынесение, вердикт, принятие или то действие, которое человек должен будет выполнить. Принятая судьями. Но в нашей ситуации все проще. Принятая нами. Каждая душа перед воплощением принимает тот или иной, сказать, не суд, а вердикт и говорит, я готова выполнить те или иные действия. Она просматривает эти действия, которые называют судьба. Суть эмоциональных переживаний и действий, которые будут в этом воплощении. Но они, это как не конечный результат, то, что душа видит перед воплощением. Она видит как, знаете, как черновик. Черновик, разукрашка, на которой нет красок. Но структура приблизительная, понятно, что будет человек переживать в этой судьбе. И это неукоризненно, потому что там переплетается со всеми людьми, с действиями, которые будут происходить в течение жизни с этим человеком, с этой судьбой, с этой сущностью и душой. Это такая, знаете, большая матрешка. В чём же заключается судьба? В судье переживания эмоций, психических, физических переживаний. Всё заключается в этой частице БА. Она вечная. Для чего нам нужна эта БА? Это как переживание эмоций в физическом мире, в физическом теле. Допустим, мы видим разукрашку, да? Разукрашка. В течение жизни мы переживаем эмоции. Эмоции – это краски, которыми мы разукрашиваем эту разукрашку. Эмоции. Разукрашка красивая, но важно, какими цветами вы сможете разукрасить эту прекрасную разукрашку. То есть судьбу. Судьба дана, и вы эмоциями, каждодневными, вы можете разукрашивать чёрными цветами. Вы можете использовать жёлтый, прекрасный, красный. Любые цвета вы можете разукрашивать ими. Соответственно, по опытности БА, по совокупности этой энергетики, прожитой, возьмём отдельности, Землю. Эта вся энергия накапливается. И понимание, восприятие этого мира вот в этой вселенной, в этом состоянии на планете Земля. Потому что их очень много, и каждая индивидуальность, как отдельная. Соответственно, эта БА, энергетическая установка, она может давать энергию, понимание и знание с прошлых воплощений. Есть ли на это достаточно энергии и опыта? У этой энергии БА. БАБА. БАБА. Это даже, вы знаете, у нас бабушка называет БАБА. Старая. Соответственно, опытная. И это и есть эта энергия. У нас весь язык выстроен на таких, на звуках, которые несут смысловые формы и восприятие, и понимание мира. Вернёмся к разукрашке. Так, разукрашка, что мы там разукрашиваем? И в пример, что такое разукрашка? Самый интересный пример. Берём жизнь. Я как артист. Возьмём, к примеру, коллектив. Я работал в большом коллективе, и когда главный руководитель делал замечания, ругал. Каждый человек реагировал по-разному. Это эмоции. Это восприятие. И понимание мира. Одной и той же ситуации. Один персонаж. Вокруг много людей. Люди переживают один момент в одном здании. Но все реагируют по-разному. На это действие. Он ругает всех. Например, меня забавляло, когда он это делал. Забавляло в чём? Я видел его сущность. Я видел прекрасного человека, который держит в руках коллектив, и он обязан это делать, чтобы все выполняли свою работу осознанно, с пониманием. И у него есть такой талант. Я называю это талант и мудрость. И когда он ругал, многие люди воспринимали по-разному. Но мне всегда было смешно, потому что для меня это был целый спектакль. Я смотрел, как актёр входил в реальность. Он так кричит. Все верят. Как с Мактановской. Он говорит, не верю, но я верил. И все люди верили. И меня это забавляло, потому что он мог повлиять так. Там девочка могла даже заплакать, то-то. Парни пугались. Кто про себя посылает этого человека подальше. Кто хвалит, кто боится. Но я смеялся, потому что я наблюдал целое шоу. У меня живое шоу происходит. И меня это забавляло. Но страха во мне не присутствовало. Я был наблюдателем. Но когда я наблюдаю за этим действием, я переживаю эмоции. Во мне были эмоции радости, восхищения и понимания происходящего. В другом преобладали эмоции ненависти, злости к этому человеку. В третьем преобладали страх. У шестого он внимательно студент слушал, трусился, там его коребил, он не понимал вообще, что происходит. Пушет большое энергетическое воздействие. Я наблюдал очень положительно. Мне это нравило, мне забавляло. Я восхищался этим человеком. Я говорю, красавчик, вот это он держит. Я смотрю на другие лица, как они воспринимают эту информацию. Мы находимся в одном здании, но информацию воспринимает каждый по-разному. Восприятие. Вот так и судьба. Люди говорят, ну как, это вот все прописано? Да, все прописано. Но как вы будете на этом пути переживать эмоции, все будет зависеть только от вас. Этого вот так предостаточно, поверьте. Ты что, я встречу того, того? Да, вы встретите. Но вы можете в этот момент переживать в радости, будто муж, жена, дети, неважно кто. Вы должны там прожить 20 лет. Или всю жизнь, неважно. У каждого разная судьба. Судьба. Суть энергетических переживаний. Судьба. Оно звучит даже, вы смотрите, судьба. Суть вся заключается в Ба. В энергетических переживаниях. Яхо. И когда человек переживает одну и ту же ситуацию, но он может воспринимать с душой, с радостью, с любовью, пониманием, что это процесс, это жизнь, она интересная. Вот. Другой присутствует в этой же ситуации. Для него это все печально, он только с перепоя пришел. Он там, господи, что он рассказывает. Понимаете, одно действие, но переживания и эмоции в каждой душе разные. И все зависит от опытности судьбы. Суть этой энергетической установки Ба. Которая может, человек, если пользуется этой установкой разумно, он воспринимает мир прекрасно, осознанно, в его проявлениях. Он не нарушает, он следует законам этой земли и понятиям. Но один расстроенный плачет, второй смеется. Действие одно и то же. И все зависит от опытности. Вот в этой ситуации так же само можно прикрепить слово опыт. Здесь опыт очень важен. Потому что, когда опытная душа, она уже, как знаете, второй раз ты идешь на те же грабли, может не наступать. Но кто-то наступает 150 раз на дни грабли. И уверен, что да, 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 я когда-то пройду эти грабли. Но не получается. Восприятие. Все зависит от вашего восприятия. И судьба это и есть суть энергетического восприятия мира. Восприятие и понимание мира. Которое записывается на энергетический носитель. Что вы скажете? Я скажу, это игра. Это такая игра. Опытный игрок понимает, что он делает. Неопытный набирается опытом. Методом проб и ошибок. Проходит 20 лет, там возьмем тот коллектив. Тот, кто переживал год назад, он уже не переживает. Он уже расслабился. Он принял руководителя. Он понимает, что это процесс, это важный процесс, что надо дрессировать, чтобы каждый знал свое место. И это естественно. И он уже не переживает. Но кто-то может это с самого начала уже понять. Сначала он побывал и говорит, ну да, все хорошо, но я пошел заниматься другими делами. Я понял суть этой игры. Я принял, осознал, принял. Пусть другие теперь учатся. Опыт. Все заключается в опыте. Вот это и есть судьба. У кого опытная Ба, энергетическая установка, он живет счастливо эту жизнь, потому что не наступает на старые грабли. А если какие-то процессы проходят в жизни того или иного человека, у кого Ба развито слабо, да, он может переживать трагические рождения, смерть человека. Неразвитая Ба переживает очень трагически. Потому что у него нет опыта, она не понимает, что произошло. Опытного Ба, это естественно. Он умер и все. Он также относится к своей жизни. Он понимает это естественно. Судьба. Все, игра закончилась. Все прописано. Четко. Но чтобы это понимать, надо свое сознание расширить. Дать возможность, чтобы другая информация могла попасть в вашу душу, в ваше сознание, в эту энергетическую установку Ба. Не расширивавши ваше сознание восприятие мира, многие, которые, они в своих определенных рамках говорят, вот так только правильно. Нет. Каждый из нас в течение жизни, даже проживший год-два, он понимает, что он сейчас стал опытнее. Он больше понимает. Соответственно, сознание наше растет. Тот, кто останавливается в своих пределах, говорит, я все знаю, ну вы поняли, что будет. Узкое пространство. И в течение жизни очень важно каждому человеку расширять свое сознание. Это не значит, что всему верить. Это важно, чтобы вы учились давать возможность и место приходу новой информации, которую вы сейчас еще пока не понимаете. Но если эта информация устаканится, вы потом примените, посмотрите на жизнь, скажите, а это работает. И вы будете удивлены, скажите, слушай, интересно. Это только зависит от вас. Давайте возможность вашему сознанию расширяться и впускать новую информацию в вашу жизнь. Я вас всех люблю, уважаю. Мужикам, привет, девушкам, детям, всем большой, бабушкам, девушкам, поцелуй. Подписываемся на канал, дальше будет еще много интересного видео. Хорошего дня. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры.